здравствуйте друзья сегодня с утра такая новость что верховный суд разрешил пока судьи до дела пока суть до дела внедрение так сказать при применении запрета на вот этих вот трансгендер в армии история такая что когда-то президент трамп ну и все это в твиттере естественно идет сначала надо главная задача это мобилизовать вот этих людей ненависти это в твиттере было сказано потом таки было директива армии там выйти с каким-то проектом на этот счет дальше они вышли с каким-то проектом но федеральный судья наложил запрет на внедрение и дальше она так вот крутилась вертелась она и сейчас ходит по судам она ходит по судам более низкой инстанции чем верховный суд и обычно верховный суд не вмешивается до тех пор пока не пройдет кейс по судам более низкой инстанции в частности например им важно посмотреть какие аргументы будут привлечены то есть как бы это помогает понять лучше вообще что что происходит чем мы имеем дело но в данном случае они не сказали мы игнорируем что там придумывают эти суды нижние станции нет они говорят они пусть разбираются там вот и когда-нибудь может быть до нас это доберется чтобы мы разбирались что правильно что неправильно но пока суть до дела пусть она уже внедряется да то есть мы мы снимаем запрет на внедрение вот это не значит что мы отменяем как бы юридический процесс как он там должен был бы идти и тогда вот значит я хочу сказать что в этом во всем с трансгендерами там есть как бы два элемента значит первый элемент это поддержание паранойи у определенного количества там населения с целью искать оправдать доверие избрали чак должен оправдать а второй момент более рациональный состоит он в том что армию стали использовать люди которые хотят поменять пол а их много но относительно много но например за то время что вот был обама президентом например за восемь лет около тысячи человек не тысячи но чуть меньше военнослужащих поменяли пол все это происходит за счет армии естественно то есть есть такой медицинский синдром он как-то там называется смысл его в том что ты чувствуешь себя не не в том поле в котором ты родился вот есть какая-то медицинская может быть она психологическая или какое там это вот все дело я не знаю но есть такой диагноз официально есть и они выступают на службу в армии потом они идут значит там на всякие обследования их диагностируют как живущих не не в том не в своем поле дальше за счет армии это все происходит и опираться достаточно дорогая чтобы допустим ну человек просто так пошел сделал это не не таблетки от насморка вот и стал такое злоупотребление иметь место и видимо она еще и расширялась тоже так в масштабности своей то есть когда стало понятно что можно что за что работает там и так далее и вот борьба вот с этим она как бы имеет рациональное зерно то есть как бы как сделать так чтобы армию не использовали для экономии там денег на вот тоже человек хочет поменять пол злоупотребление явное такое происходило и происходит и если мы посмотрим на тот законопроект ну или там вот эти меры по пресечению которые разработала министерство обороны они не то чтобы направлены против трансгендер как класса они говорят ты можешь служить в армии если последние три года ты был стабилен в своем поле да то есть вот и последние три года ты мужчина ну хорошо вот значит ты застабилизировался второй момент значит ты не можешь служить в армии если у тебя обнаружен вот этот самый синдром то есть грубо говоря у тебя есть прямая склонность к тому чтобы менять пол таскать на ходу во время службы и так далее то есть генерал матис вот который был в это время министр обороны то есть вполне разумные и как бы правильный мужик вот они сделали некий такой законопроект который с одной стороны не трогает тех кто сейчас служит то есть на них никак не скажется и в отношении тех кто хотел бы служить да то есть они как бы пытаются сформировать такие критерии когда люди не будут злоупотреблять службы и в армии с целью изменения пола то есть как бы сказать текст вот этого закона он сделан так чтобы это не было таким параноидальным неприятием трансджендер в принципе да а с тем чтобы именно вот эту специфическую фишечку вырезать вот это злоупотребление медицинским обслуживанием как бы армейский вот но одно дело как как чего сделано другое дело как это все используется политиками нашими и значит одни кричат в панике что ну так может быть это не отыгрывают так что вот мол как до чего же мы дожили да вот уже и значит патриотизм измеряется значит там половым органом а другие значит радуются что так вот вас всех еще там и еще этих выгоним и тех выгоним и тех не пустим и тогда это как бы такая своеобразная паранойя которая собственно изначально и была в основе инициативы президентской ну как бы вот такая новостишка у нас с утра не знаю что там дальше будет то ли она будет сильно замечены то ли не сильно то ли будет много криков то ли мало но в общем посмотрим в частности можно сказать ну подождите но в конце концов она дойдет же до верховного суда верховный суд же и рассмотрит но дело в том что то что сейчас произошло когда четыре судьи которые там либеральные голосовали против 5 судей которые консервативные голосовали за значит есть как бы ну не то что уж прямо что стопроцентная уверенность но как бы можно предположить что когда это дойдет в итоге до верховного суда можно предположить чем все это кончится если уже они вот так в условиях когда они не любят вмешиваться и как бы предпочитают не вмешиваться они вот так вот уже вмешались то есть можно можно себе предположить что там дальше будет ночью пока так давайте я друзья об приехал на работу вот мой светлый образ и на светлом образе мы с вами и расстаемся счастливо